Книга «Открытым оком», тема «Работа», вопрос 1556, 6 том. В молитве «Отче наш» говорим, Матфея 6, 10. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Как она должна проявляться? В каких случаях мы должны спрашивать волю Божию? Не прикрываем ли мы зачастую свою лень и глупостью словами? На все воля Божия. Как можно отличить волю Божию от козней бесовских? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На эти вопросы даны пространные ответы почти у всех маститых знатоков Писания о древности. Все, абсолютно все и, конечно же, воля Божия познается только и только и единственно через Писание и через неповрежденную совесть, водимую Духом Святым. Кто хорошо знает повадки этого мира, что делается для удовлетворения прихотей своей воли, то если будешь отвращаться от того, в противоположном направлении идти, то почти всегда это направление к исполнению воли Божией. Римлянам 12.2 И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Познавать волю Божию в молитве легче всего. Потому и советуются нам плыть в молитве, быть всегда на проводе с Господом Саваофом. 1 Фессалоникийцам 5.17 Непрестанно молитесь, Ефесянам 5.17 И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Лень свою и беспечность прикрывать ничем нельзя, и тем более под благовидность смиренно мудрствования лукавого с прищуром. Даже Шопенгауэр утверждал, что труднее всего в мире защитить лень. Воля Божия в том, чтобы мы выкладывались на полную катушку, не дремали и во всем поступали мудро. 1 Коринфянам 9.24 Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Это истина воля Божия. А остальные, придуманные монахами, смирение, апатия, сонливость перед злом – не от Бога. Нужно тонко чувствовать желание Бога о нас, быть мужами желаний Божиих, иметь в себе тончайшее даже не чувство, а о чувствовании Божьих замыслов о нас. Даниила 9.23 В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Филиппийцам 2.5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и в Христе Иисусе. Премудрости Соломона 7.28 Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. О каком бы деле ни заговорили, какой бы конфликт ни разрешали, каким бы вопросом ни мучились, разрешение всегда в исполнении воли Божией, которая направлена, опять же, постоянно на то, чтобы спасти, и чтобы не было причин неустранимых. Матфея 18.14 Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Ты познал волю Божию, что рождение идет через утробу женщины. Почему же не просишь, чтобы ребенок в утробе был в сухих пеленках, а соглашаешься с Божьим замыслом, чтобы он плавал, был весь погружен в околоплодную жидкость, а не в песок? Так почему же в духовном рождении, в крещении, если уж так понимать крещение, столько безумства налепили? И не где-то, а именно в православной церкви. Какой песок? Какие мочения затылков? Если заповедь гласит быть погруженным в воду, то нужно криком кричать, что если ты знаешь опасность и другого не предупреждаешь о том, за что Бог спросит с нас и очень крепко спросит. Иезекиэль 3.18-19 «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника и от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего, и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Нужно выставлять пикеты при храмах, чтобы никто не прорывался к этим грабителям-попам, насилующим людей, ослепляющим их неведением, недопускающими им родиться, осушающим у трубу духовного отделения купели. И потому нет рождения духовного, и все выкидыши, все превращается в скотомогильники, а не в крестильные помещения. Болю Божию отличать от прямых козней сатаны непросто. Тут нужен большой навык. Жизнь среди опытных христиан, молитва, бодрствование и послушание духовным, рожденным свыше друзьям. 2 Коринфянам 11.3 «Но боюсь, чтобы как змеи хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Ефесянам 6.5 «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу». Все подобные вопросы решаются с открытой Библией в руках и в сердце. Знак вопросительный. Проситель изогнулся. Нужда сгибает, голова в поклоне. Я у куста заранее разулся, согбенный в материнском лоне. Вопросов этих тьма не перечесть. Зачем зачался, а потом родился? Я гол и нищ, а у того все есть. Тот в масле сыр, а у меня все скисло, а у меня все кисло. Вот карапуз еще на четвереньках в полете первом, высота кровати. Вдруг познаю, что кверху есть ступеньки, опасности и спереди, и сзади. Он расшибает согнутые вопросы, цепляющие удочкой его. Но почему мой путь одни торосы? Зачем? Куда? Не знаю для чего. Они растут по мере продвижения. Опасности не смог предусмотреть. С неведомым разводят или женят. Повсюду расставание и смерть. Творец, создатель, сам вам не ответь. Дай в руководство книгу или карту. Кто для меня расставит всюду сеть? Седой с вопросами склоняюсь я за партой. Святая Библия – подарок от Отца. Открытым оком позволяет видеть. Влосяницу неведение с лица из-за себя становится обидно. Как? Почему блужда не столько лет? С вопросами по самую макушку. А Слово Божие есть посох, яркий свет. Покайся, поклонись Христу и слушай. Вопросы в восклицательные знаки. Сначала робко разгибают спины. И даже чук чащурится. Однако под дубом остаются только свиньи. 15 мая 2003 год. Игла.